Добрый вечер! Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Господарки не застаться у Баку от проблем Жихароу и осенне-зимовый период, знайшли альтернативу. Мы осенью прошлого года сделали такой анализ и избрали следующее направление на осенне-зимний период, на условия непогоды. Это проведение этих дней ЖЭУ в помещениях, в актовых залах ЖЭУ, в актовых залах учебных заведений, куда мы приглашаем жителей микрорайона, председателей жилищно-строительных оперативов. И мы стараемся не просто позвать и обсудить эти проблемы, которые волнуют. Мы для начала задаем тему, которую хотелось бы обсудить и довести до жителей. Удельники и организаторы с встречи при ЖЭУ номер 25 Центрального района разглядели пытания, связанные со изменами парадку предоставления и тарификации жильево-коммунальных послуг. Закранули тему усталевания в квартирах пожарных оповещальников, которые обеспечивают особистую безопасность Жихароу. Что течется громадской безопасности, было пропоновано усталевать систему видеоназирания в подъездах и дворах. И надо помогать не только раскрывать правопорушения и злашинства, а лей попереживать их. Причина бывает просто машину сохранить или еще что-то. Но я смотрю на это в более мелком. Жизнь из мелочей состоит. То есть даже если ребенка отдернуть от обрисовывания фасада когда-то, то, возможно, в следующий раз это его остановит от более чего-то серьезного происшествия. И потом человек, когда уже сформируется, он вспомнит это. А вот тогда меня что-то остановило. Это была тоже система видеонаблюдения. После обмеркования основных темпера и шли до наденных пытаний и проблем, которые хвалуют у дельников с устречи. Одны из их в процессе мероприемства поступали у письмового выгляда. Иншие люди смогли задать особисто. Хотелось бы получить информацию по утеплению домов, которые находятся на балансе уже с ПК, так как дом, который веден в 1991 году, находится в довольно неудовлетворительном состоянии. Пытания, которые были адресованы городским уладам и службам жилево-коммунальной господарки, тычились из-за будовы инфраструктуры в новых микрорайонах уборки, утримания аппаратку территории, техобслуговывания домов и иншого. По час открытого диалогу на большинство питаний у тумачей не были дадены одразу на место, особные – взятые на контроль. Вероника Врашилина, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси протягивают работу промые телефонные линии. Задать пытанье процтауникам выканавчей улады жихары регионы смогут завтра. С 9 до 12.01 с вороты грамадян будет примать первый наместник старшини Гомельского Аблаканкама Александр Викторович Миколуцкий. Номер телефона у Гомеля – 75 12 37. Параллельно промую линию проведен наместник старшини Гарвы Канкама Сергей Анатолевич Радзюк. Звонков от жихару областного центра чекают по номерам 75 18 54. Яки завсёды по субботах промые линии будуть организованы так сама у районных администрациях и райвы Канкамах. Новый материал, який немае аналога у свете, створили в ученые Беларусского державного университета транспорту. З яго будуть выраблять чигуночные рейки. Некольки сезонов в опытные узоры проходили разнастайные выпрабывания. Их выники уразили навод самих вынаходников. Подробностей у Марины Северьяновой. Моника, минавито такое имя, отрыма уникальный конструкционный материал, з якого методом лиття можно выраблять чигуночные рейки. Незвычайная назва утворена с перших литр трех химичных элементов. Гэта молибден, никель и купрум. А починалось все с заказу навуковцам Беларусского державного университета транспорта на створение тривалого материала для сельско-господаршей техники. Отрыманный материал занял свое место помеж чигуном и сталью. И оказался настолько сносоустойливым, что пришла идея попробовать створить с его рейки. Нам в лаборатории был получен новый высокопрочный чигун и получен на него соответствующий патент. Например, стоит сказать, что при получении патента сопоставлялись и американские, и английские марки чигуна. Но это наша была уникальная. Уникальность чигуна состояла в том, что была получена такая необычная характеристика. При высокой прочности этот чигун сохранял достаточно пластичность, которая не характерна для обычных высокопрочных чигунов. Например, в гостях, которые на данный момент существуют, наибольшая прочность чигуна – это 1000 мя паскалей. Мы же получили 1500. Уже 100 гаду у рейки вырабляют минавита со стали. Леж чигун, окроме іншого, володая широком важных уластивостей, которые делают его лучше, чем сталь. Это самозмазывальность, пыглынание удару и сопротивление стомленности. Лабораторные доследования этих характеристик были подтверждены практично. На протягу некоторых сезонов рейки проходили эксплуатационные выпрабывания на белорусской чигунце. У планах организовать больше фундаментальные доследования в Москве. Але с початку треба вырабить необходимую колькость рейк. Там 6-километровый круг, и по нему постоянно едут поезда и нарабатывают до 150 миллионов тонн, пропускают тоннаж. Ну а в год на нашей белорусской дороге в 10 раз этот меньше. Поэтому там можно получить более высокий и быстрее результат. До речи керавництва российской чигунки зацекавлено не только у проведения выпрабывания у рейек, але и у набыти. Наприклад, только на их смазывание суседняя краина, что год тратить каля 15 миллиардов рублёв. А чигунные смазывать не треба. А кроме того, литё больше простый, чем прокат сталёвых и значно тоннейший способ вытворчасти. Эскизный проект мы нарисовали, и теперь ищем, кто может сделать. Конечно, это под силу только государству. Такому, как Беларусь, трудно. А вот такому, как Россия или Китай, это легко. Но технология остаётся наша, приоритет остаётся наш. И если кто-то будет производить такие рельсы, то это по беларуской технологии. Мы удерживаем здесь приоритет. Кожный год Беларусь тратит 37 миллионов евро на покупку новых рейек. Одна тонна, каштуя тысячу долларов. Чакается, что выработ рейек с нового высокотрывалого чигуна будет на полову тоннейший, чем со стали. По словах новуковцев, навод за 10-процентную экономию ёссен змагацца. А 50% – это саправдный экономичный прарыв. А кроме того, с нового материалу можно отримливать профили, которые будут использоваться в строительстве. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У этом месяце у паштовых скрынях з'явятся обновленные квитанции по оплате коммунальных послуг. Чым они будут задрозниваться от ранейших? Как изменились тарифы и принципы наличения коммунальных платежов? На вопрос нашего корреспондента Анны Ковалевой отказал генеральный директор Державного объединения Жильёва коммунальная господарка Гомельской в области Дмитрий Згурский. Актуальное интервью глядите у программе «Навины тыдня» у неделю, 14 лютого, у 20.30 на телеканале «Беларусь-4». Гомельское областное споживецкое товариство по выниках минулого года перевыконало усе показчики Державного заказа по нарыхтовцы другасных ресурсов. На перепрацовку накеровано больше 65 тысяч тонн чорных и коля тысячи тонн коляровых металлов, а так само 12,5 тысяч тонн макулатуры. Наши корреспонденты поцекавилися, чим привабливают датчиков у приемных пунктах. Летом и осенью садовина, гаруднина и зерня. На протягу сего года металлолом, макулатура и другасная полимерная сыровина. У районных споживецких товариствах не утоиваюць. А про ча выканание отповедного Державного заказу – это еще и прибыток непосредна для организации. Правда, сегодня разумеюць, это не только у споживтовариствах. Это ранее другасные отходы было больше просто выкинуть, чем шукать нарыхтовцы пункты. Конкуренция примушает разглядать разные варианты и организовывать прием усюды, где есть хоть минимальная макшимость. Мы также заготавливаем и в магазинах, по возможностям, где есть макулатуру. Полиэтилен, стеклобой и машины у нас, машины бортовые, они вывозят на накопительной площадке, как в данном виде, вот видите, и после накопления отгружаем на предприятие. Увесты Цераховка Дубровского района на рыхтовчий пункт працует уже некольки годов. На отсутность сдачей, каутут не скардаются. Нехто вырешил позбавиться от старых решов, нехто специально сбирает и шпэт-бутыльки, те металлолом. Тем больше, что у советские часы у особных господарках непотребный металл просто закапывали у землю. Дарыши некоторые вязковцы на сдачу другазной сыровины зарабляют до миллиона рублей в месяц. У инших, правда, доходы больше степлые, але так само недренные. Больше всего можно заработать, конечно, на черном металле. Есть люди, которые сдают и по полтонны, а полтонны – это получается уже 650 тысяч. Это, как мне говорится, прибавка к зарплате или бюджет семейный большая получается. Олег Синцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрышский район. До инших тем. Долга Жихарка с Будыка Шалевского района Катярина Зайкина сенья отзначила свое 105 годзе. Павеншовать юбиляра приехали представники Выканавчего комитета и районного совета депутатов, керавництва мясцового сельско-господарчого предприемства и мастацкий коллектив сельского дома культуры. С Долга Жихаркой сустрился Олег Синцюров. Напомню, это просто совпадение, а я самый старый Жихар Будыка Шалевщины проживаю в одном из самых старожидных населенных пунктов района, вёсце Дуравичи, я думаю, ещё с 14-го ста годя. Катярина Зайкина весь час прожила у сельской мясцовости и кольки копала сел, працавала. Я ещё минулой осенью копала бульбу на властном огороде. У Вогули, у сих подрабвязанцев своего життя, женщина уже не памятая, а тому ей допомагает 80-годовая дочка Мария. Отец у помещиков работал и заболел и умер. Она осталась три годика только ей было. Её мать вышла замуж, четверо у бабы было, у её матери, и на пятеро детей ещё пошла. Потом та её мать. И родила ещё двое детей. Катярина Зайкина весьма любить музыку, а тому на дне народжения до ЕЕ обоязково приезжают артисты. 105-ти годовый юбилей выключением не стал. У речицы для женщины гэта добрая махчимость напомнить життё радостью, якого хапала далёко не за усёдым. С трёх родных братов два загинули на войне. Один пачас финской кампании, другий у Великой Ачины. У 41-м у полон трапил муж, и женщина приклала шмат намаганёв, каб вызвонить ягом. Тады у ЕЕ усё отрымалося. Муж закинул поздней, подчас боёв у Рогачёвским районам. Зерно вот это было со стеклом. Давали, они отварят в касках, пососут. Буряки в поле там собирали. А потом уже нечего вообще было, и мороз. Вот умирали, отец уже трешинели на себя, и сам уже ползал. Повенчевать юбиляра пришло столько людей, что у вязковой хати одразу стало тесно. Представники органов УЛАДы, частого господарского предприемства, школьники. И, як эпилог, музычное венчевание. 105-ти годовый юбиляр настолько задоволена, что не глядя чана-взрост починает танцевать. Причём, после первой песни просить выконать ещё одну. У день народжения хочется верить только у самое лепшее. Кольки пашпарту отрыбливала за своё житё долго же харка женщина уже не памятая. Вот гэты опошни выдадены в минулом годе. Термин его дейня до речи до 12 лютого 2036 года. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель», Бадакашалёвский район. Сегодня у «Гомеля» открылась выстава «Афганистан. Памятью фотосдымках». У экспозиции фотографии, які часто были зроблены без официнного дозволу и обыход цензуры, вывезены в Советский Союз. Что трапляло у объективы фотокамер солдаты-офицеров, поцекавилися наши корреспонденты. Гэтая война у тага частной прессе свящалась и не вельми актыуна, хоть и ей издымали спецкоры центральных газет, али вдруг трапляла вельми неашмат. А про чатаго у червяне 85-го, згодна с постановой Центрального комитета Коммунистичной парты Советского Союза, был распорцованный пиралик «Звеста», каб спецоперацию в Афганистане дозволены до открытого опубликования. Правда, и их ясшы необходным было узгаднять с головной военной цензурой. Друг военные объекты. Это надо было просто получить разрешение, чтобы не было чего-то секретного. А так ведь частные фотографии, они у каждого есть. Тогда те негативы. Но их сохранилось очень мало по той причине, что там, в принципе, не было возможности фотографировать. Особенно на боевых операциях. Аматорские сдымки, яке изроблено в гарнизоне, у дорозе, на заставе, уникальные фотоматериалы представили былые солдаты и офицеры Советской армии, яке проходили службу в Афганистане. Али больше из экспонатов за сабистого архива Андрея Феактыстова. Кажется, что, кали пачал працаваць над выставой, нават для его шмачагу оказался саправдным открытием. На одном из фотоздымков, да рычу, он убачил себе. В 87-м под Кабулом рабил полевые укрытия. Ранее б таким фотоздымку, нават не сдагадывался. Нехто с боевых сябров вывез у асабистых рычах. Хоть наибольшь распаусюдженными этот пересылки фото, то Советский Союз был иншим. Негативы укладывали узвычайные паштовки. Дякую, что той солдатской кемлевости, сегодня гэтая сторонка кисторы Советского Союза стала ведомой не только воинам-интернационалистам. Вывозили в открытках, покупали на базарах там открытки или присылали специально из дома. Их подрезали лезвиями и вот небольшими порциями вот их пересылали домой. И на этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.